Можно слайд, второй слайд, или даже первый? Среднее значение FI, по каким, что это такое? По каким состояниям это будет среднее? Значит, что такое среднее значение или вакуумное ожидание? Это вакуумное ожидание. То есть, у меня следующий вопрос, что такое есть вакуум вот в этой модели с двумя FI у вас. Значит, вы утверждаете, что два таких вектора, они дают глобальный минимум всего логранжиарного обеспечения? Локальный минимум. Глобальный. Сначала локальный, потом локальный. Четвертой степени, второй, четвертой степени, там есть поля. И вы сразу выделяете из всего пространства только те, в которых есть минимальная конфигурация. У вас есть какая-то система координат в полях. Вот это направление, вот эта величина, это есть V. Это означает, что... Я понимаю, в стандартной формулировке с одним V это так и делается. Но здесь у вас два V, а это проекции. А он хочет сказать, что одно и взяли 0. Выборные два независимых направления. Сейчас я объясню. Сейчас я вам параметризацию объясню. Глобальный минимум, который в модели, который выбирает за вакуум. За настоящую вакуум. Сейчас я объясню. Вот два буклета. Так, что у нас там? Ну, да. Ожидали ли вакуумное среднее для вот этих полей? Ну, они зависят, естественно, от четырехмерной координат. Вот вы говорите, что вакуумное среднее. Но у вас нет вакуума. У вас нет еще вакуума. Вы должны найти минимум потенциала и какую-то точку из этого. Возможно, он не будет однозначен. Возможно, там будет целая поверхность. Какую-то точку из этой поверхности вы выбрать как вакуум. И по нему тогда можете среднее. Но она сейчас у вас нет. Вакуумное среднее. Вы говорите про вакуумное среднее, но у вас нет вакуума. У вас нет корректного определения. Нет. Я понял. Надо четко сказать, кто какой вакуум. То есть у вас минимум данной поверхности находится в точке с координатами V1, V2. Вот по этим двум направлениям действительным нижним компонентом. V7 и V3. Вы можете перейти в так называемый хиггстский базис. И тогда у вас будет стоять только вдоль одного направления, если его знаете. Вдоль этого направления у вас имеется минимум потенциала. Это целая окружность. Правильно. Да. И вы можете взять систему хожжения. Что такое? Какое там направление? Любое направление. Нет, нет, нет. Вот он отчасти прав. Потому что действительно у вас два вектора. Да. И вы вообще, говорят, должны взять в случае общего положения. Взять один, другой, там угол между ними. Вот так вот эффективно. И потом вы все это можете повернуть. Одну компоненту вы всегда можете у одного какого-то нулевой сделать. А у второго какая поручится. И все это вы должны вставить свое в добрый граждан и посчитать минимум. То есть у вас вообще должны быть три параметра. Как? А не два. А не один. Правильно говоря? Вы взяли с одним, все понятно. Один вы так вращаете, у вас есть симметрия, куда он там смотрит, это наплевать. А если есть два вектора, какие вариантные параметры у вас длинных, два числа и уголы между ними. Вот вы должны все запараметризовать тремя числами. А как уж куда вы еще поставите? Вот еще. А параметры вот этот еще. Вот этот. Тангесоотношение, да. Да, тангесоотношение. А где еще два остальных? Вы одетесь в квадрате. Нет, два и угол на железе. И ними, да. Вот те параметры должны быть. И вот тремя параметрами вы должны по ним вот как ты. Менимно сказать. Если так. Это не тревя. Когда есть один добрец, тогда получается окружность. Правильно. А когда не окружность, тогда поищу. Когда добавляется второй, то это все независимые переменные получаем. Переменные, правильно. И гораздо более сложное повернуть. Повернуть, правильно. И какой у нее минимум глобальный. Правильно. Правильно все, да. Вот, вот, вот. Но... Сейчас вы не ответили. Я причем... Нет, правильно. Если температура, это как вы определяете, понятно? Температура... Ну, правильно. В этом случае... Заменяется интеграл по нулевой компоненте импульса. Поним. Интеграл по нулевой компоненте импульса заменяется на... Вычислите феймских интеграм. Да, на суммирование по частотам Асубара. А что вы считаете наиболее актуальным с точки зрения вот будущих экспериментов на... Ну, в ЦЕРМ, скажем так, когда будет ХИКСовская фабрика? Как вы считаете, что наиболее важно вот было бы вам посчитать? Проверить с точки зрения экспериментов четность по зоне ХИКСа. Проверить, является он ли ЦП четным или ЦП нечетным. И, соответственно, тогда в более расширенной модели можно сказать, что там есть еще другие базуны ХИКСа. Ну, да. С большей массой, отвечающей за нарушение ЦП четности. То есть, если бы вам... Если бы с этой массой было что-то, свойство, либо это скаляр, либо птеноскаляр, вам бы это помогло сильно и в анализе его... Да, и в том числе и для космологии, и для космологии, это анализ отборенной асимметрии, фазы перехода.